Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить игру Хастл Кастл. Давайте глянем, ага, на меня было 3 нападения, ну и как видите 3 победы. 36 и 17 уровень у меня получают бойцы, это хорошо, но пока еще слабенько. Забираем деньги, яблоки, так, моя постройка будет готова через 1 день, что очень даже хорошо в принципе. Смотрю, казначей у меня тоже получает по уровню, так, 13 и 12, замечательно. Так, деревообрабатывающий завод будет готов через сутки, плотники получает по 12 и 13 уровню. Это уже что-то, ребята, так, давайте-ка мы с вами изучим магию, и я думаю, что это будет у меня броня, давайте заценим ее. Так, увеличивают броню союзных войск на 60% в течении 20 секунд, ну и естественно она нам пригодится, будет делаться она 2 дня. Так, манну забираем, в принципе времени у нас пока много, можно все это посмотреть. Так, а интересно, у меня орки-то есть сегодня или нет, давайте глянем. Нет, к сожалению, орков нет сегодня. Жаль, конечно, я бы с удовольствием их пофармил. Так, ну что, давайте тогда, ребятушки, возьмем ваши подарочки, спасибо вам большое. Свои я уже отправил, так что мне пока нечего делать. И вскроем, посмотрим, что оттуда выпадет. Первый пошел, ага, ресурсы. Ну и во втором наверняка тоже ресурсы. Так оно и есть. Ну что же, ладно, давайте, ребята, тогда приценимся к следующей постройке, что мы будем и на что копить. Хотя, ребята, если честно, это сейчас не актуально, потому что у меня двое рабочих, они все заняты. И, как бы, деньги нам сейчас ни к чему, если только на будущее, как говорится, на запас. А так у нас здесь можно построить, ууу, ребята, очень много чего. Ну и причем нужно очень много денег на это все. Ладно. Орков у нас все равно нету, одни игроки, фармить я их не собираюсь, потому что ни к чему. И самое минимальное это у нас ждать еще сутки. Ну, практически, что алхимик, что деревяшки, они построятся буквально одинаково, в одинаковое время. Так, а здесь у нас что? Это мои... Нет, это не мои. Это вражеские нападения на меня. Ну-ка, давайте-ка глянем, ребята, вот этот вот бой. 112 тысяч мощей против моих 200. И практически... Ну, не практически, а он меня победил. Мне очень интересно на это глянуть. Ну-ка, ся, заценим. Ну что у него, такого особого я ничего не вижу. Да, 4 мага. Ну, по-моему, ребята, это не маги, а хилеры. Потому что я смотрю, воин у него стоит. Да, и очень жестко они его отхиливают. Тогда понятно, почему здесь так все произошло. Мои хилы, точнее, один хил, он просто не справился. Да, но поверьте мне, ребята, если бы я нападал на его замок, это бы его не спасло. Так, ладно. Смотрите, просто безуспешно мои воины что-то пытаются сделать. Ну, и, естественно, он их тут по одному всех и завалил. Ну что же, я могу сказать. Молодец. Подобрал тактику. Не побоялся. 200 тысяч за это золотых он и получил. Ладно. А у меня минус 12 очков ПВП. И это хорошо. Так, ну что ж тогда мы, ребята, с вами будем делать. Я даже не знаю. В принципе, времени у нас много. Можно даже немножко и подождать с этим совсем. Ну, а уже в следующей серии приблизительно будем уже двигаться к нашей цели, к основной. Так что давайте подождем маленько. Всем привет, ребята. Ну что же, давайте посмотрим, что у меня изменилось. 19 уровень получил боец. И это очень плохо, ребята. Потому что мне нужны уже воины будут скоро. И очень сильные на замену. Потому что этих слабеньких я буду уже ставить на прокачку. Так что вот такие вот как-то пироги получаются у нас. Что же, скоро мой деревообрабатывающий завод апнется. Ну, так же практически, как и школа алхимиков. Так что осталось тут всего немножко подождать. Орков, как вы видите, опять нету. Да, жалко, что они появляются всего один раз. И если ты этот раз продинамил, то тебе придется ждать следующие сутки. Печалька, конечно, но никуда от этого не деться. Такой уж формат игры, ребята. Ладно, коротенько посмотрели. И можно, в принципе, идти дальше отдыхать, ребятушки. Всем привет, дорогие мои друзья. И хорошего вам настроения. Ну что ж, давайте продолжать с вами играть в игру Хастл Кастл. Ну, неплохо, да, неплохо. Атаки на меня были, все победоносные. Так что бойцы мои растут. Отлично. Собираем деньги, яблоки. Так, у меня кто-то еще апнулся, да? Ага, я вижу казначей у меня апнулся. Давайте глянем, какой уровень. 14-й, шикарно. Казначеи нам нужны, особенно развитые. Так, 23 часа еще будет у меня делаться школа алхимиков. Алхимики у меня ходят, манну копят. В принципе, с манной пока проблем никаких абсолютно нету. Так, здесь у меня все полностью готово. Это нам не нужно. Пардончи, детка, я этого не хотел делать. Оставайся здесь. Так, и что у нас тут? 4 часа 43 минуты будет дерево готовиться. Плотники получают у меня 14-й и 13-й уровень. Мстислав, ты у меня 14-го уровня. Я думаю, что мы тебя, наверное, перебазируем в дровосека. Что, скажет ребята, стоит, нет? Я думаю, что стоит. Тем более, у меня есть топорик для него подходящий. Так что, давай-ка снимай с себя эти прибамбасики. Эти не нужны. И надеваем ему... Так, у нас колечко. И вот это надеваем кольцо. И топорик, я думаю, зеленый. Самое то, что нужно. В принципе, он у меня полностью оборудован. Только вот не знаю, отправлять его или нет. Хотя, пускай, наверное, стоит здесь. Я не могу понять, там есть у меня народ или нету? Нет, кто-то бродит. Так, и к тому же... Ага, вот, лишний выбежал. Ну что же, ну-ка иди-ка сюда. Надо посмотреть нам кое-что, ребята. Ты у меня кто? У-у-у, да ты у меня слабенькая. Восьмой уровень всего лишь дровосека. И... А ты тринадцатый. Вот тебя мы, наверное, заменим. А осталось только лишь одно. Одеть его. Так, одеваем топор. Теперь рабишку на него. И надо... Подождите-ка, давайте с нее бежу все. Так, снимай. Она тебе уже больше не пригодится. А нашему пареньку... Да не этому. А нашему пареньку оденем. Так, подвесочку, естественно, надо вешать. Ну и, конечно же, колечко. Вот так. Будет самое то. Ну что же, я даже не знаю, его отправлять. А кто у меня там еще есть слабенький? Там в этой куче фиг разберешь. Ну, а ты, родная, у меня пойдешь сейчас, наверное... Так, их тут двое, елки-палки, хотел отправить. Не получится пока. Ну что же, ребята, давайте глянем... О, нормально. По деньгам, по дереву самое то, что надо. И по мощам тем более. Сейчас мы его раздеребаним. Я больше чем уверен. Так, у меня из магии, как вы видите, два фаербола, броня и ускорение. Так, подождите, что-то здесь мне не нравится. Ага. Значит, здесь просто были боевые маги. Если бы, к примеру, здесь стояли хилы, было бы довольно проблематично его победить. Ну, а так мы получаем 100 тысяч и 45 тысяч дерева. Это хорошо. Даже практически нету повреждений. Хм. Что тоже радует. Так, этот паренек у нас пока будет лечиться. Давайте-ка, ребята, я заберу ваши подарки. Всем спасибо огромнейшее. Так, я могу отправить? Ух, сейчас мы вам будем отправлять. Так, давайте-ка, ребята, начнем с самых низов. Так, поехали. Король. Получится, нет? Что-то не получается. Ну-ка, будешь принимать. Костя Панда. Не получается, ребята, почему-то отказывается. Ну-ка, еще разок. Отлично. Поехали далее. Кирилл. Лови. Так, поехали далее. Ринотос. Ренат. Отлично, Ренатушка. Здесь у нас Альпака. Так, Падла у нас. Александр. Так, следующий у нас Егор. Так, еще четыре осталось. Бридгаст. Фанатик. Это Владимир у нас. Александр. И еще один остался. Родион. Ну что же, ребята, поздравляю вас. Вы получили подарки от меня. Ну и, конечно же, вам всем спасибо. Так, можно, наверное, ребята, в принципе... Тут ничего пока нету, не происходит. Единственное, что мой пухляк уже отхилился. Его можно, в принципе, отправлять обратно в казарму. Но мы будем с вами вскрывать сундуки. Поехали. Так, ресурсы. Отлично. Со второго... То же самое. Ну и, наверное, с последующих будет то же самое. Так. Следующий. Да. Как сговорились, а? Ладно, ребята, продолжаем. Хотел вначале, думал, пойти напасть на кого-нибудь и потом открывать. Но передумал в последнюю секунду. Думал, уж добью их все сразу. Ну что там опять у меня кто-то появился, а? Так. Ладно. Хорошо, в принципе, что ресурсы. Не то. Так, где у меня тут? Ага, опять огненный голем, как обычно, точнее, элементаль. Появился у меня в квартире, в моем замке. Давайте кого-нибудь еще поищем. Так, этот слабенький. Точнее, он не слабенький, у него мало ресурсов. На таких неохота нападать. О, вот это вот будет, наверное, самое то. Давайте добавим. Вот так вот. И взамен... Нет, ну не это. Естественно, скорость. Разведочку. Ну, думаю, вполне что... Так, неполным отрядом. Почему неполный-то? Я кого-то забыл взять, что ли? А, ну естественно, естественно. Мой главарь же, елки-палки, опять же хилился. Как-то я так упустил этот момент. Так, томатос. Томатос. Вау, вау. Ребята, пять на пять. У нас сейчас заварушка. Ну, давайте посмотрим. Ой, по-моему, я здесь проиграю. Потому что у него, ребята, отравленная эта расщелина. Впадина, или как ее назвать-то, блин. Хотя... Да не может быть. У него что, нету хил у этих рессальщиков? Нет, есть. Есть, есть. Рессает он потихоньку. Но... Но, тем не менее, ребята, я победил и зарабатываю деньги. Сто штук и сорок две тысячи дерева. Так, ну, зато у меня все мои покромсались. Давайте их на отхил. Давайте, ребята, бегите, лечитесь. Так, пять часов еще ждать. Ёлки-палки. А тут... А тут еще дофига, блин. Сутки считай. Ну, а что поделаешь? Блин, охота была бы мне купить, конечно, ребята, еще одного строителя. Но, извините меня, две тысячи. Это полторы штуки надо отдать, чтобы купить работягу. Я, наверное, перебьюсь. А вот жилая комната мне пригодится, кстати. Знаете почему, ребята? Потому что у меня предел в жителях. А они мне нужны. Иначе у меня скоро здесь все будет расстраиваться, увеличиваться. И, соответственно, нужны будут рабочие силы, рабочие руки. А их у меня нету. Я и так на пределе работаю. Так, давай-ка, иди сюда. Что-то у меня там стоишь. Машешь посохом. Так. Ну, вроде бы, пока здесь все. Добираем эти все лоскутки. Эти у меня все тренируются. Давайте-ка, ребята, с вами определим вот эту девицу куда-нибудь. Так, в постройки вроде бы у меня никто не ходит. Давайте ее туда и поставим. Так, ну-ка. Отлично, ребята. Ребята, на 30 минут я сократил время постройки. Надо еще кого-нибудь влепить. Ну-ка, иди сюда, родная. Вот так-то оно будет лучше. А куда бы мне этого чувачка пристроить, а, ребята? Он просто так здесь ходит. Видимо, выучился полностью. Любомир. Даже не знаю, куда его влепить. Давайте сюда, что ли, пока на время или куда-нибудь. Я даже не знаю. Вроде бы хотелось бы, чтобы он... О, вот сюда, пускай учится. Хоть какой-то от него будет толк. Так, а ты сюда иди у меня. Вот то, что надо, ребята. Самый смак. Так, закончить 139. Не хватает у меня, конечно. Ну, да ладно. Возвращаем, ребят, в казарму. Ну, я думаю, можно будет еще какое-нибудь одно нападение сделать. И будет у нас, как говорится, все нормуль. Давайте выберем кого-нибудь. Нам, естественно, побогаче и послабее. Добавляем магию. Так, отлично. И, естественно, делаем такую же замену. Все. Полная боевая готовность, ребята. Смотрим. Ух, тут разбираем, как говорится, без проблем. Даже можно с закрытыми глазами. Хотя, всякое бывало. Так, отлично. Здесь мы. Нет. Ну, да, вообще-то, ребята, да. Здесь победа за нами. 100 штук мы получаем. И, как говорится, лишняя копеечка в казне не бывает. Так, плюс 11 ПВП очков. Блин, вот они вот мне не нужны. У меня уже за 2000 перевалило. Надо будет обязательно потом сливать это все. Ну, слава богу, у меня яблок хватает. Так, что я обязательно все это сброшу. Так, это все мы собираем. Яблоки. Еда практически у меня полностью забита. Кстати, 320 тысяч, ребята, это уже мало. Надо строить потом, конечно, эту, хотят сказать, яблоню. Кухню. Или же склад. Нет, наверное, скорее всего, склад. Кухня, она на готовку действует. А склад на хранение. Так, этим еще там долго париться, конечно. Ну, что же, можно уже, в принципе, колодец манны. Столовка. Погреб. Сейф. Сарай. Ремесленный цех. Три ляма нужно, да? Чтобы поднять его на уровень. Обалдеть. Тронный зал 3200. Магическая лаборатория 2 миллиона. Ага. В общем, от полутора... Нет, даже от миллиона 800 надо уже плясать. Ну, а там уже, как говорится, как повезет нам. На что нам хватит денег и что мы быстрее прапаем. Так, давайте-ка, ребята, наверное, еще разочек сходим с вами на карту. Приценимся. Есть здесь у нас еще такие крупненькие. Жирненькие. Так, здесь пока нету. Смотрим тут. Не то. Блин, все как-то не то. Махмед. Нифига. А здесь... Боевая машина и Леха. Что такое, ребята, Вадима? Да. Не фартит, ребята, сегодня что-то. Не фартит. Давайте, наверное, вот этого тогда. 42,56. 154 тысячи мощей. Как говорится, практически на равных. Давайте глянем, что у меня из этого получится. Хотя я уже вижу, что ничего хорошего из этого у нас не получится. Потому что меня уже разбирают. Но, тем не менее, я все равно хотел сливать очки. Так что, это поражение для меня ничего не значит ровным счетом. Так. Нет, все-таки в замке, когда ты стоишь, обороняться проще, чем нападать. Хоть у тебя и магия есть. Но, как-то не айс. Я практически всю магию потратил на них. И все безрезультатно. Ладно, минус 24 очка. Что же, неплохо. Мне потом придется просто меньше скидывать. Да-да-да, Дональд, я в курсе, что напал не на тот замок, что надо. Ну что же, ребята. Наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что, будьте на чеку. И до скорых встреч. Всем привет и хорошего настроения. С вами Рэй, ребята. И сегодня у нас вышло обновление 0.9.7. Это очень хорошо. Но, повторюсь, ребята, это еще не глобальное. Это, так сказать, некоторые изменения, небольшие поправки и оптимизация игры. Глобальное обновление нас ждет очень и очень скоро. И что в нем будет, ребята? В нем будут у нас появятся кланы. Кланы и будет чат. Что, я думаю, порадует очень многих. Для градостроительной игры, где будет полноценное, извините меня, ПВП участие. Я думаю, здесь просто прибавится количество игроков очень-очень много. Вот. Дальше, что хотят они придумать, ребята? Будут у нас порталы и лабиринты. То бишь, карта увеличится в разы. Что, опять же, только плюс к игре. Появятся новые враги, новые территории, новые боссы. Где, естественно, мы с вами будем ходить, фармить. В общем, заниматься вот этими всеми интересными делами, которых сейчас в данный момент чуть-чуть, так сказать, не хватает. Вот. Если, ребята, мы устали от боев, да, для нас придумают караваны. Караваны это такая штука, где мы будем с вами заниматься торговлей. Ну и, само собой, никуда не денется от нас, естественно, сюжетная линия, по которой мы с вами идем, где будем побеждать, так сказать, в эпической борьбе добра и зла. Ну, естественно, добро всегда побеждает, поэтому. Но, самый большой плюс, ребята, что здесь будут клановые войны, захват территории, захват владений, расширение владений. То бишь, если все они это реализуют, как они это хотят сделать, то, я думаю, игра получится очень и очень увлекательна. Она, в принципе, и так-то неплохо выглядит, и сделана красивая, и мультипликационная вот эта вот графика. В общем, все, что надо в ней есть. Но с большими добавками это будет просто, ребята, конфетка. Вот. Так что, ребята, сейчас я тут денежек немножко пофармил. Как видите, уже вывески, когда они бегут, намного крупнее, и все здесь прекрасно видно. Получаем сундучок. Вот. Ну, а в этом у нас обновление, ребята, что произошло? Так, сейчас посмотрим. Колечко получил. В этом обновлении у нас, ребята, идет в основном про оптимизацию игры. То бишь, вы посмотрите, игра уже идет намного плавнее. Звук уже не так тормозит, как у меня раньше, подглючивал, подлагивал. То бишь, я заметил, как-то все тут сделано так поплавнее. Плюс я еще заметил, ребята, что девушка, когда рожает ребенка, она не может сразу сделать второго, и ей нужен перекур. Вот, посмотрите, где-то... Так, по-моему, вот эту, да? А вот эту надо отправить на покой. Пускай она отдыхает. Хотя, ребята, та девушка, которая у меня бежит вниз, она тоже самая. Тоже у меня отдыхает, потому что я двух уже детей залепил. Вот. Так что, ребята, я думаю, что впереди очень и очень все будет классно. Так, ну, а мы с вами, ребята, давайте продолжать в игру играть. Так, иди сюда. И давайте ледянку. Я вот все время хотел посмотреть, что она делает. Это ледяная магия. Сейчас мы ее, ребята, и протестим. Так, кстати, ребят, если когда появятся кланы, то, наверное, я создам свой клан. И, как говорится, о милости прошу вас. Если вы захотите, то обязательно вас всех приму. Ну, я не знаю, сколько там, конечно, будет вместимость у него. Но, по возможности, попробую всех. Ну, если, конечно, вы сами свой не захотите создать. Так, давайте мы с вами, наверное, ребята, будем копить на... Я даже не знаю. Я, наверное, буду копить на казначейство, на банк. Так, давайте выбираем, кто у нас здесь пожирнее. Ого, вот это вот неплохо. Ну-ка, давайте разведаем его. Ага, 230 тысяч. Неплохо. Ну, я на него нападать буду в самом-самом конце, ребята. Ну, а пока поищем кого-нибудь более-менее послабже. Ну, и, естественно, побогаче. Так. Я думаю, что можно было бы, в принципе, попробовать на этого чувачка напасть. Так, давайте мы вернемся за моими героями. Так, отлично. Идите сюда. Видите, все нормально, все. Лечу со всех ног. Ура, скорее. Как они хотят воевать, а у меня. Так, здесь не то. Здесь не то, ребята. Все слабенько. Мало. Ну, если мне, конечно, не будет хватать, то придется уже и этих всех бомбить. Так, давайте-ка, наверное, вот этого попробуем раскусить. Так, у него здесь ров огненный. Ну, я думаю, что да, ребята, мы здесь победим. Потому что я уже вижу, как у него состоят солдаты. Они практически валятся с ног. Уставшие, голодные, не выспавшиеся. Поэтому победа здесь, естественно, будет за нами. Так, и получаем мы сколько? Почти 100 тысяч и 40 тысяч дерева. Это хорошо. И я все ближе и ближе к своей цели. Так, я еще сделал, ребята, прогресс. Мне это тоже хорошо. Так, все вроде бы. Забираем сундук. И так, что-то у нас. Боевое мастерство. Поднимите пятерым. И еще у меня одна, ребята, фигня над запчасти. Давайте с вами что-нибудь разберем. Ну, во-первых, арбалеты. Я ими не пользуюсь. И эту броню я тоже разберу. Так, отлично. Мне еще осталось что-то. Булаву. Давайте вот эти ножи. Так, отлично. Вроде бы все, да? Так, погоди-ка. А, нет, еще надо одну. Одну вещь еще надо разобрать. Ну, что ж, давайте это будет у меня... Блин, что же такое разобрать-то, а? Хей, даже не знаю. Ну, давайте булаву, бог с ним. Нет, давайте, наверное, лучше топор. Вот этот попробуем. Да. Он слабее, и он нам не нужен. Все. Итого мы получаем еще один сундучок. Так, отлично. Можно их вскрыть прямо здесь же. И что получаем? Посох. Обычный. Ну, что ж, неплохо. А здесь... Броня на лучника. Ладно, как говорится, что есть, то есть. Ну... Да, вот, кстати, новый элемент. Видите? Ноль от силы магии. Я не знаю, что это означает. Ну, в дальнейшем, я думаю, узнаем. Каспер, здорово. Братишка. Так, все, ману у нас полностью. Денег, я думаю, мы сейчас до двух миллионов с вами накопим. И тоже встанем. Поэтому надо будет покупать. Что же нам надо будет покупать? Ну, не сейф, однозначно. Не сейф это будет. Но сто пудов, наверное, будет и не погреб, скорее всего. Хотя, хотелось бы и погреб. Да, в общем, тут все хочется. И погреб, и дерево. И все. Но, блин, нам этого пока не дано. Слишком много там денег. Нужно еще за три ляма. Это копить и копить еще. Но, надеюсь, к обновлению мы и с вами поспеем. О, вот это вроде неплохо. Да. В принципе, того можно взять на заметку. Патрик пока не нужен. Леший. Да, ну что же, можно Лешего тогда добить. Давайте магию какую-нибудь поставим себе. И разбомбим его. Так, отлично. Тут тоже не должно быть никаких проблем у нас. Четыре. А, тем более два воина здесь и два мага. Довольно кислый отрядик. Но, тем не менее. Так, все, упали воины. Ну, а дальше идут в расход маги. Хотя, сопротивляется, конечно. Конечно, сопротивляется Леший. Но, бесполезно. Все это тщетно. Ладно, победа за нами. Получаем почти сто тысяч. И сорок тысяч дерева. Давай, иди подлечись у меня, братишка. Там тебе немножко. Так, что ты должен быстренько с этим справиться. Так, давайте заберем пока улыбочки, настроение, яблочки. Все, как говорится, что у нас тут немножечко подкопилось. Мне кажется, или камера стала как-то ближе приближаться. По-моему, да. Так, ребенок у меня там шоркается. Кстати, я почему-то не могу найти никак второго. А, все, видел, видел, ребята. По лестнице он там бегает. Но, думаю, скоро они подрастут. Естественно, я хочу, чтобы все эти герои у меня, дети, выросли пятизвездочными. Так, и я буду вот единственным двухзвездочным у меня, который до этого был. И от него надо будет избавляться обязательно. Потому что это уже не дело. Такие герои нам не нужны. Видите, две звезды. Слабоват. Нужно пятизвездочных иметь, чтобы они все были. Так, ну что же, продолжаем, ребята, с вами смотреть. Ну, в принципе, тоже неплохо. Но мне нужно дерево, ребята. Как можно больше дерева. Так, сорок тысяч дерева. Давайте попробуем. Ну, тут не должно тоже быть проблем. Разбомбим в пух и прах. Так, понеслась. Ну, воин мой практически даже урона не получает. Так что на сухую идем. Так, нет, он что-то еще брыкается, а. Посмотрите-ка. Сгун. Ну и назовешь же себя Сгун. Сгун. Полоску. Так. Все, они упали. Так, мне, по-моему, там совсем немножко осталось, да, если не ошибаюсь. Так, 625. А у них 6... Ой, 724. А там начинается 750, по-моему. Так что все нормально. Смотрите, ребята, как эти тренируются, да? Раньше они так не делали. А сейчас какие-то стоечки там чувачок-то кулачками машет. Девушка не просто полы там метет, а уже обороняется якобы этой метелкой. Так что небольшие визуализации тут добавлены. Так. Ну, эти неплохо у меня алхимички там сидят. Так, этот у меня Любомир выздоровел. Ну, что же, можно дальше идти, в принципе, и бить вражин. Я даже представляю, когда здесь будут кланы. Как тут все это будет развернется. Представляете, территория, захват территории, за каждую землю драться, воевать. Блин, жду не дождусь. Так, ну что здесь у нас? Здесь у нас тоже практически все довольно легко и просто. Сейчас они все упадут. Ну, думаю, после этого боя, ребята, я, наверное, рвану на самого мощного, которого мы видели здесь на карте. Как говорится, мне придется все равно сливать ПВП очки. Они мне не нужны. Так, отлично, победа за нами. И теперь вроде бы мне все хватает. Так, иди лечись. 755 и 2 миллиона у меня денег. Так, вот на него, ребята, на че-че-че. Три че, короче. Так, давайте с вами будем делать, что там надо нам. Так, бассейн маны. Нет, не то, не то. Не столовая. Вот, казна. Так, что она мне дает? Я уже не помню. Плюс 1500 производства и вместимость плюс 255 тысяч. Четыре дня будился. Ну, что ж, давайте нажимаем и пускай она у нас делается. Ну, а мы с вами отправляемся на того главного крупного персонажа сливать, так сказать, очки. Так. Где мои? Вот они. Ну, что ж, полетели мы, наверное. Сори, ребята, был вылет игры. Так, что давайте. Где этот че-че. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Но он меня, конечно, сейчас уроет. У него доспехи круче. Плюс у него ров. Все на огонь заточено. Ладно. Ух, как мы его воина-то быстро раскрепали, а. Да, неожиданно, конечно. Так, а у него, я смотрю, ну, хилов не так уж и много. В принципе, все боевые маги практически. Один хил и один рез. Получается, что-то типа того. Да. Что-то мы вообще тут ничего... Нет, наносит урон, но какой-то маленький. Непонятно почему. Все, упали. Хотя у него броники-то, да, будь здоров. Ну, что ж, ребята, проиграл так проиграл. Я хотел посмотреть и вам показать. Ну, а на этом, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Так что не пропадайте и будьте всегда на чеку. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи.